Он не слышит и не разговаривает. Четырехлетний Максим из Донецка из-за проблем со слухом не может общаться со своими сверстниками и нормально развиваться. Мама его воспитывает одна и не может позволить себе приобрести дорогостоящие слуховые аппараты. Где взять десятки тысяч гривен, узнавали наши коллеги. Мама единственный друг Максима. Со сверстниками четырехлетний мальчик не общается. Тяжело очень, потому что он их не слышит. Полгода назад женщина заметила, что сын плохо слышит. Мы начали посещать детский сад и нам стали говорить, что он не отзывается на свое имя. Диагноз врачей поверг мать в шок. Тугаухость третьей степени слева и полная глухота справа. Это наша аудиограмма. На левом, да, на него есть слышимость. А на правом его нет. Собака, например, слышал как абака. Ну и вот это вот, конечно, сказывалось на его социальной адаптации. Для того, чтобы ребенок мог полноценно развиваться наравне со сверстниками, был нужен слуховой аппарат. Без устройства мальчик никогда бы не смог научиться разговаривать. Без слуховых аппаратов ребенок адекватно оценивать окружающий мир не мог в целом. Ольга работает санитаркой в больнице. Мальчика воспитывает одна. Денег на приобретение дорогостоящего аппарата у нее нет. Женщина позвонила на горячую линию гуманитарного штаба Рината Ахметова. Там ее выслушали и обещали помочь. На глазах у матери появляются слезы, но это от счастья. Теперь у ее сына есть будущее. Я хотела бы сказать Ринату Леонидовичу большое спасибо, что он нас не оставил с нашей бедой, что он нам помог приобрести этот слуховой аппарат, от которого зависит многое. Всего за время работы штаба Ахметова дорогостоящие слуховые аппараты уже получил 41 ребенок. Ольга уверена, вскоре ее сын заговорит, и у него обязательно появятся друзья. Татьяна Блинова, Данил Киреев для канала Украина.